Главой государства продуманно и на местах уже успешно реализуется инициатива выделять неиспользуемые земли молодым людям для выращивания сельхозпродукции. Механизм решает вопрос трудоустройства и заработка соответственно. Новым владельцам гектаров оказывается и практическая помощь в подготовке почвы, в приобретении саженцев и рассады. О процессе освоения территории и планах молодых жителей столичной области расскажет Шухрат Шакиров. Инициированная руководителем страны новая система работы с молодежью открывает широкие возможности по ее самореализации и в Ташкентской области. Усилия руководителей и ответственных лиц народной приемной президента, секторов региона, Союза молодежи Узбекистана и других соответствующих ведомств направлены на обеспечение занятости юношей и девушек, не имеющих постоянной работы, создание для них стабильных источников доходов. На основе разработанных адресного плана и дорожной карты в нынешнем году в столичной области будет трудоустроен 6761 представитель молодежи, в том числе 649 начинают свою трудовую деятельность в аграрном секторе. До сегодняшнего дня обеспечена занятость 14 537 юношей и девушек. Для 333 из семей, нуждающихся в социальной защите, выделены 152,5 гектара для организации дыхканских хозяйств. Такими мероприятиями охвачена вся область. Только в течение дня в рамках реализации проекта «Харбор-Ешка» в Бргектар, в Букинском, Ахангаранском, Ташкентском, Паркенском и Зангятинском районах сотни молодых людей обрели постоянную работу. В частности, в Букинском районе для ведения дыхканского хозяйства 66 представителей незанятой молодежи получили более 13 гектаров площадей. Благодаря усердию юношей и девушек оживают на протяжении лет неэффективно использованные багарные земли и в Махалях, Бука и Тойлок. В тот же день в помощь привлекли необходимую технику, и земля задышала, обещая добрые урожаи. Остается лишь грамотно выполнять агротехнические мероприятия. Обратившимся с просьбой выделить земельные угодья, виртуальную и народную приемные президента 66 молодым людям предоставили по 20 соток земли и вручили сертификаты. Никакой оплаты, только требуется максимально эффективно воспользоваться этой возможностью. И вот приступили к посадке саженцев. Каждый старается опираться на советы опытных дыхкан. По рекомендации и при содействии кластерных хозяйств бесплатно доставили высокоурожайные их сорта. Готов приобрести выращиваемые продукции молодой предприниматель Ислам Бахаджанов, который заключил с владельцами земельных площадей соответствующие договоры в этом плане. Мощность его предприятия позволяет в день перерабатывать 150 тонн сельскохозяйственной продукции. Таким образом решается важный вопрос, связанный с реализацией будущего урожая. Наши саженцы высокоэффективны. Например, с одного гектара можно поднять 60-70 тонн болгарского перца. Также на основе договора доставляем саженцы, востребованных на европейском рынке агрокультур. Предоставляются консультации агрономов. После созревания продукция будет переработана и отгружена на экспорт. Размещаются такие агрокультуры, как картошка, болгарский перец, капуста. К примеру, картошка созревает за 60 дней. С 20 соток в среднем можно поднять 5-6 тонн урожая. Если реализовать каждый килограмм картошки по 2000 сумм, то доход составит 12 миллионов сумм. Каждый владелец земельной площади трудоустраивает 4-5 своих сверстников. На протяжении лет был без работы и Тойр Орфджонов. Стремление заработать за пределами страны также не увенчалось успехом. Теперь и он имеет прекрасную возможность укрепить свой семейный бюджет. Намерен получить хорошую прибыль от выращиваемого картофеля. Раньше мы выезжали на заработки в зарубежные страны, сталкивались с определенными трудностями. Отныне намерены эффективно воспользоваться предоставленными возможностями получать хорошие доходы во благо своей семьи, своей страны. Большой спрос на болгарский перец не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Каждый куст дает до 3 килограммов урожая. И в течение всего сезона. Нам выделили 20 соток земли. Ранее не имели работы. Выезжали на заработки в Казахстан, где также были дни, когда не было работы. Теперь у нас есть земля, которой будем пользоваться с максимальной выгодой. Помимо этого, представители активной молодежи, посадив саженцы фруктовых и декоративных деревьев, разбили большой сад. В рамках проекта «Харбор Йошкабр Гектар» пятерым молодым людям выделены земельные площади на территории фермерских хозяйств Ташкентского района. Они произвели сев и приступили к агротехническим мероприятиям. Среди тех, кто всесторонне поддерживает такую инициативу, и руководитель фермерского хозяйства Эркин Муруват, Яндош Исмаилев, который предоставил неимевшим несколько лет работы братьям Хасану и Хусану Тучиевым один гектар земли. Молодые люди, в свою очередь, приступили к полевым работам, размещая такие агрокультуры, как картошка, капуста и морковь. В тот же день 10 представителей молодежи получили по одному гектар в Махалинском сходе граждан Эволяк Ахангаранского района. Посадили 100 саженцев яблонь, скороспелые сорта картошки, клевер. А еще арбузы под пленкой, которые будут готовы к реализации уже в середине мая. В Махале-Чашмап Аркенского района 200 представителям незанятой молодежи выделили по 20 соток земли, всего 40 гектаров. Также 40 гектаров площадей передано в распоряжение 52 юношей и девушек в Зангиатинском районе. В плане трудоустройства широкомасштабной работой охвачены и другие направления. Так, на начавшем свою деятельность предприятий по производству арматуры в городе Ахангаран трудоустроили 400 молодых людей. Стоимость проекта составляет 41 миллион 100 тысяч долларов США. Налажено производство 250 тысяч тонн строительного материала в год. Еще на одном предприятии на территории промышленной зоны в городе Ахангаран на основе привлеченных зарубежных инвестиций налажен выпуск металлоконструкций. Тем самым трудоустроены 166 представителей молодежи. И это лишь несколько примеров, реализуемых в этом плане практических мероприятий в Ташкентской области. Активного участия молодежи в процессе построения нового Узбекистана.